Добрый день, дорогие друзья, в эфире у нас Empire for the Team Spirit. Это квалификация на The International 7, SMG Region, плей-офф, уже второй матч, первый был Vega M19. Vega победили M19, будут ждать. Сегодня еще будет у них игра с победителем вот этой пары Empire for the Team Spirit. Как мы видим, обузят Spirit и вот эту вот штуку вместе с Когами Клокерка и душами эсэпа. Получается у них это хорошо, в принципе, тут сложного ничего нет. Главное делать все по тактике. Ну и что, пока пройдемся по составам Empire. Лепошка Disruptor, Гостик будет играть на паке, Роджер будет играть на Сент-Кинге. ФН, Шторм Спирит, Чаппи, Разор. Тут у нас может быть стычка и довольно интересная, потому что Empire здесь находится в меньшинстве, Клокверк может закрыть в колах, а там мой СФ уже срученьки, есть дэмэдж. Пошли маяки, пошли маяки, знают, где находятся имперцы. Заходят сюда в хобос, Роджер дает подкоп по Клокверку, но руну забрать не успевает и сейчас будет попытка забрать Сент-Кинга. Мансит Роджер не подставляется в коле, Мепошка там должен уходить. Вопрос остается с Роджером, у него есть сапог и он просто уходит. Решили даже не гнаться за ним, пошли стопать крипов, но потерял немножечко хп МП Роджер, просел там Мепошка, тоже пол хп потерял, но не так страшно. Итак, имперцев я представил, теперь вашему вниманию Тим Спирит. ТХНГ будет исполнять на Клокверке, хорошие фоги ставят здесь Аптем. Заходит Роджер, добивает крипа, начинает личковаться с СССР, не лучшая идея. СССР все-таки 12 душ, здесь были проблемы у Гостика, и он просто уходит в борьбу. Ванскор будет играть на ЦМке, Айсберг. Шаттлфинт в БЗЗ будет играть на Бристлбеке, и Фобос исполняет в хард-линии на Лиджин-команды. Гостик вратит арбул, крипов забрать не получилось у него. Немножко там прохарасил ванскор, но вот у Гостика будут там проблемы на хард-линии, сложно очень стоит против ЦМки. Вместе с Бристлом, в паку, там просто за один тростбайт можно очень много получить, и уже не вывести. Здесь Мипошка еще приходит в мидбол, вот они пытаться уже втроем тут гонять как-то Айсберг, а пока не получается. Айсберг 6 крипов умеет, в принципе, точно так же почти, как и Штор, но в последнее время Эхмен за последнюю секунду добил парочку Крипчанскера, и выход чуть вперед. Гостик получил второй левел, и уже с фейс-шифтом ему здесь будет поприятнее стоять, но вот все равно, мы видели много игр империи в групповом еще этапе, брали там Гостику, в пака, и по-моему, если я не ошибаюсь, то на пак, с паком именно в Хардлине они не выиграли ни одной игры. Но вот когда играл Эфен на паке, там все было намного веселее, конечно. Кстати, это была игра по технаве, там Эфен исполнял. Великолепно. У нас здесь у Эфена другой персонаж, довольно приятный. А что он спирит? Так, здесь встреча Роджера и ФНГ. Роджер дабил дэмэджем, просто копает ФНГ, что забирает по антируну, батарейки проходят. Но Роджер здесь уже не сможет ничего сделать. Кокверк, он довольно-таки плотный, несмотря на то, что есть сапог, и уже ФНГ сместился ближе к тавру. Роджер просто какой-то вообще самоубийца заходит, там за тавр. Пытается играть нагло, но это не та наглая игра, которая приносит плоды. Это просто наглая игра, которая только приносит вред самому Сенткингу. Потерял он всю ману, потерял пол хп, сбивать ничего не смог. Ему сложно здесь сейчас себя реализовать. Хорошо все у Чарпи. Он постоянно высасывает дэмэдж из хобоса. Хобос еще умудрился этот крипов как-то добить. В принципе есть Overrealm Infos. Можно их закидывать, можно таким образом добивать крипочков. Он быстро бегает, но Чарпи всасывается. 38 дэмэджа минус. И уже Рейзеру поприятнее добивать крипов, а хобос даже подкарить сюда не будет. Но мы видим как страдает Гости. Ну у Гостика здесь в принципе такая же задача. Он просто получает левел, крипов он не видит. Точно так же как и хобос. Именно добитых, так конечно, может за ними понаблюдать. Но у Гостика есть стики, которые ему регулярно заряжают БСЗ. И в принципе, если не будет перетяжки, вдвоем здесь будет сложновато забрать пака. За колбу ценки первого левела его не убить. Ну вот еще и пытается Гостика как-то напрягать ванскора. Дает ему там пару тычек. А вот здесь выходит мипошка с Роджером. И сейчас могут быть проблемы у Спиритов. И да, кажется так и будет. Ванскор, но у КПшной там также проблемы у Гостика. Гостик дает тычку, делает фраг. Сам уходит в пейшлифт и выйдет один. Стаклил спрей, стики прожал. Но у Гостика все-таки погиб БСЗ. Смогут ли Роджеры его с мипошкой здесь отдалеть? Подкоп у Роджера будет. Так и есть. Выходит в лицо и забирает еще и БСЗ. Ну хорошо, очень сырые Team Empire. Разменялись 2 в 1. Потеряли Хардей, но забрали Кири. Здесь проблемы у Чапи. Чапи в основном. Сюда идет еще ТПшка от пака. И это фраг. Фраг для Чапи. Забирают ФНГ. Даже не понадобился здесь пак. Просто на Верочку уже прилетел. Да, Варбу. Но там справились и без него. Справился, вернее, Чапи без него в соло. Ошиблись с Team Spirit. Ну и пока все неплохо в Empire. Они 3-1 ведут. Сделали они хорошие пиковы. Забрали Кири. Забрали парочку саппортов. Потеряли Хардлинию. То бишь пака. Ну вот гостик, конечно, прилетел вниз. Хотел он убить ФНГ и засейвить своего Рейзера. В итоге получилось то, что он не может прилететь на свой верхний лайн и вынужден сейчас стоять в миде, пока ФН фармит крепочков. В лесу. Понимает это дело ФНГ. Идет на ФНа. Ставится пауза. Он скоро ФНГ, видимо, залагал. ФН почему-то пишет на английском языке. Это вроде бы играют русскоговорящие коллективы. Вроде ФНГ переподключается к игре. И вроде бы все нормально. Должно быть здесь. Готовен ФНГ. Игра продолжается. Сваровал немного левела. Сам того не подозреваю. Но ФН будет пытаться гнать. Кокверка. ТПшки нету. Будет или нет. Здесь проблемы у него не пошли. Получают фрастбайт. Голят его. И БЗЗ. Получает гримс. Успевает забрать без рафтора перед этим. Делают фраг спириты. ФН. Больный ему здесь от айсберга. ФНГ заходит спиду. Но здесь же Гостик. Гостик находит ФНГшку. И опять хорошие коги от Кокверка. ФН все еще 5 левел, кстати. Очень скоро будет у него уже 6. Сможет он уходить. Улетать из под когов. Если вдруг будет такое случаться. Либо же от любого другого эскейпа. Либо от другого дизейбла. Извиняюсь. Будет у него эскейп. Но вот кроме конечно же дуэли. Когда дуэль ты не можешь использовать свои способности. И вот он 6 левел. Заветный. Для ФН. Можно врываться. Можно уходить. В принципе Шторм получил то что было нужно. Но вот у айсберга как-то. Прям очень много крипок. У него 51 крип. 54. Уже ФН врывается в айсберга. Здесь же мипошка. Подходит Роджер. Когах. ФН закрывает своего мидера. Как же плохо сейчас сыграл Кокверк. Айсберга здесь заберут 100%. Но ФНГ отпустят. ФН не пойдет до конца. Немного маны. Да и не стоит того Кокверк. СФ поубили. И ладно. Это в принципе уже огромнейший плюс. Но от ФНГ конечно нельзя так ошибаться. Потому что айсберг в принципе мог еще и уйти оттуда. Если бы он грамотно поставил коги ФНГ. Тогда отзонил бы он всех имперцев от своего СФ. И айсберг бы на ножки просто убежал на базу. Но ошибся. ФНГ это не так страшно. В принципе слишком уж критичного ничего не случилось. Да. Наверное я так думаю самый большой нетвоз у айсберга. Из-за большого количества добитых крипов. Плюс и левел естественно больше. Ну и вообще фрах этот хорош конечно. Но не прям уж так что. Это было супер для империи. Просто приятно. Это начало игры и фраги. Особенно ничего пока не решают. Но такие единичные. Конечно же и фраги в начале игры очень много решают. Ну вот да. СФ идет на первом месте. 3500 нутворца у него. И также 3300 ОБЗЗ за счет этого немного лидируют спириты. За счет того что их коры фармят получше. Ну там делаются стаки еще. Для Брестла. Делаются стаки для СФ. СФ постоянно фармит еще леса. Но по басу правда нет шестого. Купака уже есть шестой левел. И можно было бы сейчас уже попытаться реализовать дримкойл. Очень много стаков. И спириты кстати вот я заметил они постоянно так играют. Они нашли то самое что для них так приятно. Это стаки. Они берут таких героев. Которые вроде бы и метовые с одной стороны. Брестлбек у нас появляется очень часто. Но СФ с легионкой реже. Но все же они появляются. Причем часто они появляются. Именно у спирит. Во вторых герои которые могут быстро фармить стаки. БЗЗ очень быстро может фармить стаки эншентов. Айсберг кайлами фармит просто стаки нейтралов. Поэтому конечно. Спириты при таком плейстайле они вначале очень сильно бустятся. Получают больше золота. Получают больше экспириенса. И за счет этого могут поддавливать. Могут лучше чувствовать себя в файтах. Плюс герои у них постоянно плотный. Очень плотный бристл. Очень плотный фобос. ФНГ постоянно на этом корпорте. 920 хп. 4 армора. И там рейддроп уже есть. Попробую его убить. Ну и вот БЗЗ начинает фармить стаки. Худ есть. Следующая остановка вангуард. Видели мы кстати сегодня. По-моему. Никс играл на бристлбеке. Пытается сделать ТП. ФНГ улетает. Рвет стримкойл. Но демиджа не хватает. Нет в лортексу ФНГ. Поэтому сбить было нечем. Забыл я если честно уже о чем говорил. А ну да. О том что играл Никс на бристлбеке. И он шел после пайпа. Нет у него сначала был худ. Он не собирал вангуард. У него там был халберт. Потом был пайп. Потом был радианс. И выиграли эту игру. М19. Но пройти дальше им это не помогло. ФН. Могут у него возникнуть какие-то определенные трудности. Айсберг. Ждет до последнего. И убивает Гостика. Как так подставился пак непонятно. Но там вы радианс забрали. Но у Гостика большие проблемы. 2200 у него нет вонса. Меньше даже чем у Сент Кинга. Это будет печальный пак. Который блин даггер купит неизвестно когда. Это будет очень поздный даггер. Но если какие-то сейчас супер файты не произойдут. В которых будет там Гостик постоянно участвовать. Делать киллы. Тогда возможно это какие-то плоды принесет. Вот так. Очень нужен фарм Разору. Очень нужен фарм Фену. Сент Кингу хотелось бы конечно тоже даггерок вынести пораньше. Поэтому у Гостика будут проблемки тут. С получением этого даггера. А паку он ой как нужен. Пак может врываться. В принципе. Плюс с одним. Это чаще всего Шторм. Очень мобильный. Могут врываться на ту же СМ. И просто ее за секунду съедать. Даже не почувствуют ее. С прокаста пака. Плюс. Пару там тычек от Шторма. И ремнантик. Минус СМ. А делать фраги для корр персонажей всегда приятненько. Хорошее усиление. Вроде незначительные там фраги на саппортах. Но врыв от ФНГ. Я знаю там где находился Мипошка. Мипошка грибсует ФНГ. Здесь слишком много спиритов. И ДК Фоба зарабатывает еще и дуэль ко всему. Ошибся. Ошибся здесь Мипошка. Поставил он тут вард. Съели его вард. Забрали его самого. Отдал дэмэдж для дуэли. Ну и пока в Эмпайр все не очень хорошо. Счет вроде бы у нас ровненький. Но мы видим что ведут 2000 голды спирит. Это за счет айсберга в первую очередь. Очень много у него. Ну и там тоже чуть больше у Бресла. Чуть больше у Легионки. ФН. Как же больно изверху наваливать руки. Я не знаю как вообще будут справляться с спиритами. Мипошка и его братья. Просто очень плотные персонажи. И здесь нет чего-то такого. Которое могло бы дать какой-то такой силы. Которая могла бы мгновенно дать бёрст. Допустим в БСЗ. Это вообще сложно. Допустим для Столбека. Ладно. В Легионку например. Прям вот как-то быстро его забрать сложновато. Ну и. Ну я даже не знаю. БСЗ еще и Тавр забирает здесь. Плюс сами по себе у Эмпайр персонажи очень тонкие. А здесь и СФ. Который с рученьки бьет очень хорошо. И БСЗ. Под. Аура и СФ. Минус армором. Также с руки пинает неплохо. Ну не знаю я. Надо им 5 сам что-то придумывать. Придумывать им надо именно. Какие-то фраги. Единичные. Ну там можно двоих зацепить. Если будет такая возможность на драке 5 на 5. Вряд ли. Они смогут выстоять. Будет это сложно. Если. Не получится забрать. Со своего основного прокаста. Парочку. Ключевых героев. То потом. Спириты размотают. Ну при наличии парочки айтемов. Там. У ФНа. Возможно парочка биндагера у Роджера. Можно хорошо инициировать. И в рейд пошел от ФНа. На айсберга. Статик шторм не самый лучший от миф пошки. Все таки. Айсберг. Айсберг получает много дэмиджа. Он живет. Там Нового Транскора. Ему сбивает. Драка продолжается. Ой какой хороший подкоп от Роджера. Забирает цемку. Но сам Роджер погибает. Эрхэн пошел дальше. Его взрывает. Айсберг. Requiem of Souls. Дека Фоба заходит. Получает цена. Размен пока один в один. Айсберг живет. Он отпевается в этом классочка. На этом все. Не лучший размен опять таки для Эмпайр. Хотя не пытались нападать. Но вот. Это был Айсберг. Они не смогли забрать Айсберга. Но во первых там было все не так уж и хорошо. Ворвался вроде бы Эфен. Но из-за того что Вортекс маленького левела. Статик Шторм поставили на голову Айсберг. Он из него просто выбежал. Глипсует БЗЗ. Зачем ребята? Зря вы это делаете. Не надо. Там уже Ванпахт и Пайп. Приходит сюда Чапи. Но просто ТП. От БЗЗ избить некогда. Ну вот так да. С Фразором конечно можно бы. Эфен не смог. Вернее Эфен то не виноват в этом. Просто так получилось что Айсберг выбежал. Получаясь. Пришлось вернее очень долго его бить. Глипсовать. Возвращать. И так далее. Это не принесло абсолютно никаких плодов. Поэтому. Айсберг выжил. Еле-еле там с Ворин пополам. Забрали Ванскора. Ну и Эфен. На всю ману влетел в Айсберга очень сильно. Хотел он убить СФа. Но не получилось. И за это поплатил со своей жизнью. Это плюс еще БЗЗ не было в этом замесе. Там бы просто Бристл бегал. Пшикал бы на всех. Своим кило спреем. У Айсберга теперь еще и БКВ появляется. И прям. хватит. Эта вот вообще печально теперь для импайр. Это единственный выход если как-то Разор грамотно высосет много дэмэджа Сайсберга на какой-нибудь станчик и потом драка начнется. Потому что сейчас его убивать абсолютно нечем. С руки дэмэджа нет. Роджер уходит от ФНа, ФН может фукшотом, ФНГ извиняюсь, конечно же, ФН в другой команде, ну и теперь, что будет у ПК контратаки, Эмми, Пошка видит ФНГ, пока не глимсовы, трекаем усолся от Айсберга, пари среди мэшча, Кичаби подрубает Азу Шторм, Айсберг прожимает БКБ, начинает начинать Эмпайр, Эмпайр отойдут, здесь без каких-либо проблем, они развели Айсберга на БКБ, 16-ая минута, это очень ранняя БКБ, и в таком случае, если Эмпайр решили купить такое раннее БКБ на СФ, им надо идти и давить, потому что у Эмпирцев довольно внушительный магический прокаст, и это через минут, ну буквально 7-10 максимум, у Айсберга уже будет 5-секундная БКБ, а 5-секундная БКБ, это уже потом будет изи, ПАК мобильный, Шторм мобильный, Сэнкин мобильный, СФ, вернее, и Рейзер будет быстрый, убивать кого-то будет сложно, они смогут бегать под рак и кайтить, и тогда уже БКБ на СФ и не будет, и будут проблемки. И тут еще, кстати, такой момент, появляются два Блинтайгера одновременно у Гостика и у Роджера, и об этом не знают Спириты, они сейчас собираются внизу пушить Т2 Тавер, это может быть для них, кстати, сюрпризом, и врыкную эпоху от ФНГ в этот раз точно глимпс, но тут БЗС подходит и делает так. Роджер делает хобос, застилил копьями Дисраптора, без проблем он справится с этим и БЗС, но Спириты заберут теперь Т2 Тавер внесу, потому что у Дисраптора не будет 10 секунд еще, времени им хватит, как раз таки. За это время они Таверы сломают, Айсбергу достается Тавер, Гостик сплит пушит на топе, знают о наличии Блинка у него, приходит сюда Айсберг, побивает Рейндропа, Тавер все еще стоит, не смог Гостик в одиночку с ним совладать, но и здесь имперцы будут пытаться гнать. Спирит охотит сюда, Мепошка, БЗЗ, всасывается, у него СТ-Тик Шторм пошел, но могут быть проблемы здесь, конечно скажу, у Бристилбека, как же больно его бьет Чапи, сколько же дэмэджа получает, там погибает и Гостик, Ванскл прокасовал ультимейт, но погиб, Чапи очень много дэмэджа, он разберет здесь все ФНГ без каких-либо проблем, Плазмакилд пошел, ФНГ погибает, триплкил для Чапи, будут пытаться Хобоса, должен быть Глимп с Кваром и Пошки, но здесь просто ТП от Хобоса и Вижна нет, 3 в 1 от Эмпайр, но уже вот более-менее интересный размен, да, потеряли Пака, но забрали зато БЗЗ и еще ДВХ Сапор. А это хорошо уже, для игроков и фанатов команды, Эмпайр, очень сильно начинает набирать, наоборот, айсберг, просто какой-то нереальный прямо сэп, Драгон Лэнс, БКБ, 18 минутную, там еще денег сверху есть, какой-нибудь Монтаста сейчас еще заедет, все, еще пропало, либо же, а, решает начать Хюрикен Пайк, докупить айсберг, но в принципе правильное решение, его ФНГ, возможно, закрывает в кругах, он хочет уходить, ну, можно быстро также рвать, кстати, Клинк Азора при помощи Хюрикен Пайка, поэтому артефакт полезный, обычно сэпы после вот такого билда, Драгон Лэнс, БКБ, они сразу идут в Бетерфляй, то есть в БКБ тебя не пробить магией, с Бетерфляем тебя не пробить, не, ну пробить, конечно, оно сложно, так, здесь пошел в рейф, на Фобос, а Фобос очень больно, ФНГ пытается спасти, там отличный Статик Шторм под троим, от Мепошкина, гнетик, билда нет, и забирают Роджа, не успела ничего абсолютно сделать в этом замесе, приходит Чапи, не может ничего сделать, Дрим Койл по четверым, но нет дэмэджа, нет дэмэджа, в рейф, на пака, пак дает Сайленс, но получает Фростбайт, сейчас будет дуэлька, нет, не будет, успевает уйти в Варбу, Фобос будет гнаться, Оверэллен Ходз, быстренько бежит, пресс-атак на себя, но не в ту сторону, и Гостик отблинковывается, тем временем ФН сломал Тауэр на топе, не было его в этом замесе, да и в принципе вряд ли бы он здесь смог что-то сделать, но будут пытаться, будут пытаться имперцы как-то мешать Спиритам, это очень сложно сделать, там Айсберг еще и под ДД, ко всему прочему, 400 кагу на Рошане, Рошан конечно же упадет, врыв от Роджера, Роджер выжидает момента, дать хороший подкоп, Рошан почти упал, Роджер надо давать подкоп, дает подкоп, ворует, Аеги сбивает, Айсберг в рейк ему соус, отлично играет Роджер в этой ситуации, Аеги самым мгновенно сбили, Айсберг попытается его лопнуть, там также проблемы у Гостика, да, лопается Роджер, Гостик еще живет, неужели уйдет пак, пак делает пип-аут, но да, стычку, да, просто байт залетает, минус 2, но хотя бы, это не так-то уж и плохо, потеряли саппорта и хардлинию имперцы, но зато не отдали Аегис, если бы не отдали Аегис Айсбергу, то мы просто пошли бы сейчас все эти два товара падать, ФН в это время фармил очень много, там по сути вчетвером просто имперцы сражались, и это довольно-таки неплохо, Чаппи тоже ничего не потерял, в этом сражении Гостик много умирает, и несмотря на это он всего лишь на тысячу отстает от Лиджин Командера. Ну, пак, здесь его цель одна, ворваться, дать хороший Сайленс, дать хороший Дримкоил, и там дальше уже как пойдет. В принципе, другие функции отсутствуют, потому что ему сложно, сложно очень находить фарм, весь фарм достается ФНу и Чаппи, ФНу очень нужна Ленкинспера, потому что в ближайшем будущем Фобос будет просто накидываться мгновенно на Шторма. Шторм сам по себе, персонаж очень хлипенький, его если задизейбрить на несколько секунд, то если имеется хорошая птичка с руки, его можно просто развалить, это прекрасно понимают спириты, и будут именно акцентировать внимание на ФН, но здесь у нас выход от Эмпайр в смоках, не лучшая позиция сейчас они, заходят они на фэнграунд, Роджер копает ФПН, ФНГ тут же получает разбайд дуэль, пошел там в Лимс, дэмэдж не получает Фобос, но Роджера забрали тем не менее, Вард разбили, им спирит, но все равно чувствуются они как-то посильнее, то ли драфт не посильнее, то ли чувствуют они себя поувереннее, или план какой-то они прям вот лучше на игру, но не получается у Эмпайр, ну вот чуть-чуть им буквально не хватает, и так уже было в нескольких эпизодах. Эмпайр делает все абсолютно правильно, он старается держаться подальше от команды, он что распирит, он в принципе в любой момент может прилететь на ТП, ворваться в драку с боулайтинга, поэтому он старается сплитпушить, старается как-то не умирать, возможно еще стягивать на себя кого-то, давать время Чаппи для того, чтобы он выформил там ключевые айтемы, но вот Тетчаппи и ФН понимает прекрасно, что нужны линкинг сферы, нужно обезопасить себя от этой дуэли, и за счет этого уже как-то выигрывать файта, а вот это именно от этого, чтобы не дать дуэль Хобосу, но это в принципе правильно, потому что сейва нет как такового, Роже как же много дэмэджа получил, Фобос этот дуэль не успел, грамотно сыграл Роджер, Чаппи высосал немного дэмэджа, возвращает назад Фобоса, Фобосу больно, но он прожимает Блейдмейл, сбивает айсбергу, в очередной раз Леквимусол забирает уже Фобоса, подтягивает айсберга, как же больно, Роджер кастует эпицентр, забирают айсберга, он скоро так же заберут, минус 3 уже от Эмпайр, будем дальше ФНГ страдает очень серьезно, ФНГ забирают, последний тут остался БЗЗ, БЗЗ очень плотный, но здесь просто 5 имперцев, и они будут его гнать, у них очень мало всего, но видимо не будут, но БЗЗ слишком плотный, его бить себе дороже и сложно как-то бить его в лицо, хотя вот находят способ имперцев, и все-таки получилось, получилось с них заковырять рейдбосса, это Тим Вайб для Эмпайр, как же они здесь четко подрались, ну вот, слишком самоуверенно пошли спидит на хайграунд, врывался там Фобос, хотел он задуэлить Роджера, но в итоге глимпсанули назад Фобоса, куда он хотел ворваться, и все, и до свидания, начали вписываться тиммейты, Айзберг почему-то не пожал БКВ вообще абсолютно никак, он кастовал ультимейт, ему сбивают его статик штормом, ну вот ты же видишь, что драка уже пошла, наверное надо подрубать БКВ и драться дальше, в итоге там влетел ФН, дал Вортекс, подключился Роджер дал Барус Страйк Эпицентр, и все, и Айзберга просто развалило, а там остальные их добрать, это уже дело техники, ну и Браво Эмпайр, конечно, находились они не в лучшем положении для себя, но провели отличный файт, 5 в 0, без потерь, 17 зарядов на Блудстоне у Шторма, там долинки буквально чуть-чуть остается, Мипошка еще прикупил себе Point Booster, 2000 ему до Аганима, кстати, вот пол Аганима осталось Дисраптору, 25-ая минута, с этим Аганимом там вообще будет твориться грязь, просто ни Айзберг не сможет прожать БКВ, ни БЗЗ не сможет там прожать Пайп, Солар Креску, ну в общем-то никто не сможет ничего прожимать, ну и Дисраптору, конечно, главное теперь этот Аганим собрать, ошибаются спириты, все у них было хорошо, ну не знаю, СФ был хорош буквально 5-7 минут назад, сейчас, ну вот обычный СФ, да, у него вроде бы много денег, но у нас ничего особенного не делает, еще он идет в Блудстон, ну я не знаю даже, правильно ли это, мне кажется, Баттерфляй здесь смотрелся бы получше, хотя, в принципе, если даже у тебя будет Баттерфляй, тебя всосется разок, то какой будет смысл Баттерфляя, дэмэжи с руки не будут, но с другой стороны, есть все-таки ж, Хеликен Пайк, можно форстафнуть себя, статиклинк порвать и уже дальше какое-то время можно будет безопасно потычковать сручники. Ну и вот БЗЗ, БЗЗ идет в жир, собрал он себе уже и Худ, и Вангвард, и Солар Крест, теперь наконец-то начинает брать дэмэр с руки, а именно хочет прикупить себе Радианс, до Радианса, конечно же, еще далековато, но Бристлбэк, прошу прощения, Бристлбэк это тот парень, который быстренько может набирать фарм, и надо еще только время ему давать ему хребов, и такой плотный Бристлбэк его справим нафармить очень быстро. Ну, что хотелось бы сказать, возможно, стоило бы апнуть БЗЗ Худ свою в Пайпу, для того, чтобы еще хоть как-то подсейвить команду, потому что, ну, очень много магического дэмэджа, а БКБ есть только у Айсберга. Остальные герои остаются не у делу мгновенно, если попадают под статик шторм, там Прокастпака, Роджер и ГВП. Вот у Эфена есть Ленка, вот у Чапи есть БКБ, и уже все довольно-таки грустненько становится для спиритов А теперь шторма подцепить сложно, Чапи только если успеть дать по нему дуэль, но Разор это не самая лучшая цель, его придется бежать, месить всем, а тут ты забегаешь на тебя сверху на голову статик шторм, и в принципе из этого статик шторма может выбраться только Айсберг, но через немножко голды уже и Айсберг может там прыгать БКБ, когда у мипошки появится аганим, поэтому лучше, наверное, будет прыгать на дисраптора теперь в такой ситуации по басу, потому что в ином случае там дисраптор будет их всех вытирать в соляного. ФН опять же сплитпушит, заберет он сейчас Т1 внизу, спириты находятся в своем лесу, будут ли они идти на Т1? Да я думаю должны, БЗЗ уже подходит там, в принципе БЗЗ в соло справится, на тридцатой минуте почти брызгал как уже там. Хорошо месит тавера, ФН заходит на Т2 в соло, под ДД, забирает крипу, его собственные крипы подходят, но он не решается. Прямо таки стоять и бить тавер, немножко отлетел по мансит, подождал, будут ли тпшки, узнать инфу, пойдут ли дальше спириты, спириты пойдут. Эмпайр будет забирать Т2 внизу, а на топе будет забирать тавер и спирит, в принципе будет размен, вряд ли получится за ДФТ тавер, как у одних, так и у других. Ну так оно и происходит. ФН забрал свой тавер, БЗЗ забрал свой тавер. И очень скоро будет у нас Рошан, две минуты остается до него. И вот финальная решающая стычка будет на Рошане. Приятнее этот Рошан конечно же для, я имею в виду проводить файт. Приятнее конечно же для Эмпайр. У них тут очень много способностей по АОЕ. У АТУ в эпохе появляется Аганим Скипетов. И у него на 25 минуте было по-моему всего всего лишь половина Аганима, он за 4-5 минут на фарминг пул Аганим, ну 2000. А ну да, с талантом на золото в принципе все, я так и думал. Вот. Есть Аганим и Ресаптор, и теперь определенно Рошан, драка на Рошане намного приятнее для них. Потому что в узком проходе с Татик Штором и другие АОЕ способности они анигилируют просто команду Спирит. Ну вот у айсберга появляется Баттерфляй. Я в принципе так и говорил, что это будет лучшее решение и я думаю Айсберг тоже это прекрасно понял. Не внесет, не принесет столько пользы здесь Баттерфляй. Ну во всяком случае и сейчас. Эмпайр чувствуя свою силушку, хотят выйти на Спиритов, сделать парочку пикопов и потом без каких-либо проблем зайти на Рошана. Так, должны были сейчас Эмпайр видеть Кайлы от Айсберга. Так и есть, гости Кайлы от Айсберга. Будет не врыв. Роджер, пора прыгать. Роджер дает подход туда. Статик Шторм. Айсберга стирают мгновенно. Просто не успевает. Он должен ничего сделать. Ну вот он. Агонимный ультимейтер дисраптора. 77 секунд без СФ. Это минус Рошан. Это минус Т2 должно быть. То есть в другом порядке. Сначала минус Т2, потом можно минус Рошан. Но нет. Боятся. Боятся Эмпайр. Статик Шторма нет. В принципе, СФ так-то и байбэк может сделать. Они же ведь не знают о наличии байбэк у СФ. Залетает Рокет. Приходит БЗЗ. Но не стоит этого делать СФ. Возможно, они пугают имперцев. Но вот они допугались. Чаппи начинает высасывать дэмэдж из БЗЗ. Пул дэмэдж сейчас высосет. Чаппи становится очень опасен. На ФНГ ставит Коги. Никто нахай грандзати не может. Ванскорка стоит Фризенфилд. Его тут же разрывает просто Чаппи. Посмотрите на этот дэмэдж от Розора. Дремкою по двоим. Эписендер от Роджер. Это уже минус 3. Фолбаса забирают. БЗЗ впитывает очень много дэмэджа. Но его здесь не пробить. Трои забрали Эмпайр. Рошана отдыхали СФ. В принципе, оно того, наверное, и стоило. Отдали Фолбаса. Фолбас не прям уж так влещет в этой игре. Не самая страшная потеря. Зато задефали Рошана. Но вот получится ли задефать его до конца. Потому что у Фена есть дабл дэмэдж. Он пошел вообще сплит пушить. Собираются остальные игроки команды Эмпайр возле Рошана. Сложно, сложно его забрать. Очень нет какого-то такого дэмэджа. По Рошану имперцев. Поэтому им сложно. Ну вот у Спирит совсем другая история. Рошана они забирают быстро. Поэтому и не хотят не отдавать его имперцам. Ну и вот он БСЗ. С тремя слотами на жир. С тремя слотами на выживаемость. Бафы какие-либо. И пробить его очень сложно. Они-то его в замесе и не бьют. В принципе. Но он накидывает за это все время стаки пилспрея. Да, погибает его команда. В принципе все могут разбежаться от этого Бристлбека. Но если бы сейчас не Бристлбек. Эмпайр бы забрал Рошана. Если бы не Бристлбек. Пошли дальше на Т2 возможно. Но все-таки. Какую-то пользу он привносит. Несмотря на то, что он не может бить с руки. Несмотря на то, что его не бьют. И он все равно зонит. Ну и вот ФН начинает делать то, что должен делать Штурмспирит. Он находит СМ и просто ее убивает в соло. А теперь у ФН появляется еще и Арчит. Можно делать то же самое с ФНГ. Можно делать то же самое с Кобосом. Вот. Ну айсберг защищен от этого. БКБшка. А БЗЗ просто в соло не пробить шторму. Потратили Дримкоил на БЗЗ. И Бристлбек пошел. Пошел дальше. ФН тут сприт пушит. Заберет Т3. Да. Забирает просто Т3 Штурмспирит. Можно теперь бить Шрайны. Растягивает сейчас имперцы спирита. Спириты потерялись. Абсолютно по игре. Бедному Ванскору я теперь даже не знаю что ему вообще делать. В этой ситуации у него нет абсолютно ничего на сейф. У него нет Геймер Кейпа. У него нет какого нибудь Юла. Голстскипит. Абсолютно ничего нету. И Эмпайр вновь идут в смоках. Ну вот они сейчас найти Айсберг вместе с Ванскором. Айсберг конечно будет поприятнее. Цель. Так. Розер выходит. Копает Айсберга. Успеет Лип. Плазмакил Сатик Шторм. Но успевает Айсберг выйти с Сатик Шторма. Прожимает БКБ. Пол ХП ему сняли. Но этого маловато. Там много дэмэджа в ССО Чапи. Ванскоро конечно их заберут. Он откидывает Фростбайт. Можно было этого и не делать. 200 дэмэджа у Чапи. Минус Бараки. БКБ у Айсберга нету. Ну не убили Айсберга. Зато БКБ заставили прожать. Бараки сейчас заберут. Очень быстро их ломает Чапи. Сможет ли? Нет. Пока не получается. Глимсуют ФНГ. Неспрятого ничего. Да тут уже забирают Чапи. Врывается ФН. ФН дерется. Очень больно Фобосу. Но Фобос пока еще жив. И забирают также ПК. Фобос выживает. Бараки имперцы по-моему не забрали. Но это ошибка. Если бы хотя бы забрали Барак. Это было бы еще и куда не шло. Причем там у Барака осталось на пару тычек. Не знаю. Возможно стоило как-то ФНу зарететь за спины. И вообще за то же здесь затхать. И просто Соло добить Барак. Находят Роджера. Получает он фостбайт. Тут же ЕУ. Успеет ли? Даггер не успевает. Коги получает вот тут пару страйк. Даггер две секунды. ЦМку. Форсттайк от БМК от Роджера. Его здесь уже нельзя. Не получилось. И ФН хотел орваться на ЦМку. Но здесь ее хорошо охраняют. СЛ вместе с колоклетком. И теперь Спирит заходит на Рошана. Спирит и Рошана быстренько заберут. Тут Эмпайр не могут так поменьшать. У них нет такого танка. Который будет заходить. И просто не давать. Забрать. Этого самого. Камнеголова. А вот Айсберг с ручники. Бьет хорошо. ФНГ врывается в Роджера. Очередной раз закрывает в колок. Роджер выкапывается. И достается Айсбергу. Плюс еще и СИР. Но вот теперь уже Спириты чувствуют себя поувереннее. Могут они уже пытаться как-то заходить на хэграунд. Я думаю. Потому что. Ну все таки. Рано или поздно. Жир БЗЗ пробить можно будет как-нибудь. ФН пытается сплит пушить БЗЗ. Пресекает это все дело. Находит еще и ФН. Но ФН здесь не взять. Фобос далеко. Другого способа. Для убийства Шторма здесь нет. Да и с Фобосом в принципе далеко не пад. Что смогут забрать. Плохо то. Что никто не может собрать Сильвер Эйдж здесь. У Имперца. Был бы Сильвер Эйдж. Возможно. Смогли бы забирать БЗЗ. За время действия брейка. Но тут. С этим некоторые проблемы. ФН. Крипскипит. ФН. Постоянно находится. Внизу. Дисконнектится у нас ДК Фобос. Ставит Айберг Паузу. Просто поднял лапки кверху. Переподключается ДК Фобос. Готовы. Спирит. Там мимолетная. Проблемка была. Но. Видимо. Не готовы. Еще Имперца. Да. Теперь готовы. Гостик говорит Гоу. Пауза у нас отжимается. Посмотрели мы затем Как выглядит Штром Спирит И у Чапи появляется Кераса Но это уже Посерьезнее Теперь Айсберг выходит в Блаттор Будут уже теперь криты у СФ Будет Сайленс Какой никакой Если Шторму собьют Линку И повесить на него Блаттор Его и оставить будет А БКБшку ФН Покупать не собирается Он будет в Шивасгар Кераса есть Можно да и Шиву прикупить В принципе Хотя здесь конечно Хекс смотрелся бы получше Пак покупает тем временем Также Линкен Сперов Хочет он себя обезопасить От врывов до Кахоба Со Спириты пытаются растягивать Имперцев заходит Айсберг И еще 3 человека в миль А БЗЗ находится внизу Чапи высасывает дэмэж с Айсберг Айсберг тут же Форстаф Посмотрите на эти пички от СФ Как же это больно Но вот у имперцев сейчас проблемы Т3 они потеряли Айсберг Много дэмэджа получает Но живет Ванскору также очень больно Чапи там под БКБ его зарубил Там пошла дуэлька Дуэлька Кастади пошла по экрану И Фен погибает 15 секунд Его не будет И что? Чапи Под Дримхо там находится Спириты Врывается Гостик Чапи гонит Фобос Возможно его забирать Фобос там просто живет На одну тычку Ему все-таки долетает Тычка от Гостика Погибает здесь Фобос Айсберг бежать Чапи оказывается закрытым Айсберг начинает по нему наваливать Больно Чапи-чапи Чище живет Он толкается Афоги И погибает Айсберг прожимает БКБ Начинает драться Роджера пробивает Скайлайф Фен здесь же Фен Может не сбить Айсбергу Верлется с Айсбергом Приходит сюда Мепошка с Роджером Да Айсберг сбить смогли Что дальше? Сюда приходит БЗЗ Куловый статик шторм Хорошо Айсберга сюда не отпустят Эпицентр от Роджера Забрали Айсберга И остается здесь один БЗЗ Но вот С БЗЗ тут делать нечего Абсолютно имперцам Надо расходиться Забрали Всего лишь Т3 Спириты Ну забрали Чапи Забрали Эпфена Но сами потеряли Четверых человек Но больше здесь Ну поэтому смогут Ничего сделать Проблемы у вас Скоро на этот раз Но все равно чувствуется Сам пик Посильнее Да Вот ведут империя По экспириенсу По золоту В принципе Какой-то большой разницы Не было Сначала для одни Около 5-6 тысяч Потом другие Около 4 Ну на такой минуте Сейчас нет преимущества Даже если бы она была 4-6 тысяч Это практически ничего За 40 минут игры И вот В какой-то степени Игра ровненькая Кстати неплохо Выравнился Гостик Мы бы конечно Побыстрее получить 25 левел Тогда вообще Пак начнет делать вещи Там можно покупать Аганимы Дагоны Хотя с другой стороны Аганимы Дагоны Но ЦМку и так Можно щелкать Вместе с Клоквером Они особо Какой-то там Погоды не делают ЦМка умирает быстро Она не призенчил Не кастует Ни какого-то там Жизненно важного Кростбайта Не дает Клоквер то же самое Ну да Может ворваться Поставить Коги Но опять же Там Три персонажа С этих Когов Выходят И абсолютно Их не чувствуют А Роджер Вернее Чапи Как-то ему без разницы Закрывайте меня в Когах Я буду высасывать Дэмэдж и бить Если закрывать У вас высасываем Дэмэдж Так вообще К нему не подойти В принципе Ничего в этом страшного нет Поэтому Паку тут Наверное Скорее было бы Приятнее купить Аганим Хекс Ну вот Хексы Здесь очень хорошо смотрятся Либо же Сильвер Эйдж Надо что-то делать С Бристлбэком Он все равно мешает Не бьют его Эмпайр Но он бегает По драке Он наносит Дэмэдж какой-то Все равно С своего Спрея Заставляет как-то Его оббегать Выбирать другую Позицию Не совсем удобную Ну плюс Когда разбирают Всех спиритов Все равно Остается Бристлбэк И Эмпайр Не могут никуда Идти дальше Потому что Он соло просто дэпает А имперцы Слегка побиты Вот с Хексом Возможно Это бы сработало Как зайти в лицо Но ТФН правильно решает То что Хочет купить себе БКБ Школьнейший Вазгард Профитнее Здесь будет БКБ Намного Потому что Врывается Обас Начинает С ручки бить Когда у тебя Сбили линку А там Если прожмем БКБ Либо же Сбивают линку Ты мгновенно Получаешь Сайленс Разбивает что угодно Ты уже не двигаешься И все А так Сбили линку Наверное БКБ Нажал И все И дальше Ты уже Невосприимчив К магии Можешь летать И Выйдеть В дуэли Легионки В принципе Все здесь Довольно Ровненько Линии Еще не упали Ни у одной Ни у другой Команды Идти на хэграунд Никто сейчас Просто так Не будет Поэтому Сейчас Будет битва За Рошана Либо же Выход В смоках Вот перед Появлением Самого Рошана Для того Чтобы Найти Кого нибудь Из оппонентов Сделать храх И Рошана Этого забрать Но то Эмпайр С этим Проблема Если они Забирают Кого то И это не БЗЗ Они Рошана Не забирают Все равно Как бы там ни было В Чапи Еще нет Дэмэджи С руки Чтобы Быстро Забрать Этого самого Больше из него не высосет Чапи Хотя В принципе Под статик штормом Конечно Можно Буду его попробовать Но в одного Тратис Статик шторм Не совсем приятно Мепошка Видит БЗЗ Но Смог Не заревидал Бристлбэк Помигали на Имперцах Спиреты Знают Где они Находятся И Неудачная Вылазка С Маткрафт Просканировали Территорию Спиреты Ни на кого Не наткнулись Находит Роджера БСЗ Роджер Тут же Боров Страйк И уходит Есть уже Блюн Дайгер У Мепошки Это значит Что он может Держаться Далеко От файта А потом Взять чутки Мутный Вот На варде На варде Ловят Роджера Дуэлька Очередная Для хобоса Уже 60 И это Фраг 70 секунд Не будет СК Рошан Появляется Сейчас А это Значит Что Смогут А нет Это только Таймер Сейчас Дотикает И вполне Возможно Что успеет Появиться Сэндкин В принципе Импер Именно Драться За Рошана Они могут Если будут Спириты Бить Рошика Туда Заходит Дисраптор Дает Статик Шторм И все Влетает Эфэн Роджер И вся Остальная Братва И просто Там Ломают Кабинеты Без Каких Проблем Но Вот Если Будут Бить Его Если Будут Драться Где-то В чистом Поле Либо Будут Пытаться Забрать Его Эфэн У них Все Сложнее Конечно В этом Плане Эфэн В инвизе Забирает Крипов На Виде На Миде Но Нужно Быть Аккуратнее Там Дуэлька Ударилась Можно И Подвстрять Ну Эфэн Действует Аккуратно Мипошка Видит Без 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 Просто Забирает Крипов Понимает Что Его Здесь Никто Не Убьет Но Хотя Вот Там Без Санули Без З Кинетик На него Сотик Сторм Ставить Не Стал Дисраптор Поэтому Вот Чапи Начинает Собирать Сильвер Рэйдж Вот Это Правильное Абсолютное Решение Напрашивался Здесь Сильвер Рэйдж Тем более Так Далеко Зашла Игра Что Ну Просто Мост Хэв Это Тайт Хотя На таких Стадиях Игры Как раз Сильвер Рэйдж Уже Не Имеет Особого Значения Пристал Бэк Уже Плотный Сам По Себе Даже Без Своей Пассивки Его Сложно Убить И за Момент Действия Брейка Ему Могут Снести Это Пол ХП Плюс Не будем Забывать Уже Реген Есть Со Скиллов Лайфстил Вот Ну Ему Снимут Пол ХП В лучшем Куче Потом Включается Обратно Спина И все Бристал Бэка Сложно Будет Пробить Снова Поэтому Я даже Не знаю Сколько Это Правильное Решение Вот Аганим На Паке Это Уже Другой Вопрос Это Уже БКБ Не Решают Даже Если Не Попадут Некоторые Герои Под Этик Шторм То Можно Поставить На них Трим Хойл Если Начнут Бегать Влево Право Тут Ж Получат Так Довольно Внушительный Станчик А Этого Не Хотелось Так Ну Что Рошан У нас Появился Эмпайр Будут Ли Отвечать Нужны Туда Мик Потому Главная Боевая Единица Сейчас Отличный Когет ФНГ Декафобос Срывается В Чапи Как же Больно Чапи Сейчас Просто Изобьют Разор Надо Империю Отсюда Уходить Еще И Кукшот По Гостику Гостик Сможет Ли Уйти Если Блиндагер Не успевает Его дать Поднимается В Ю Сможет Ли Выжать Здесь Эвейдит Снова Дэмэдж Ну Даггер Даггер Есть Дэмэдж Должны Там Быть Бэйбэки Во всяком Случае Хотя У Пака Вряд ли Будет Бэйбэк Он только Аганипский Купил А вот У Чапи Бэйбэк В принципе Быть Может Это Минус Сторона Как Минимум Но Я думаю Спирит Иннет Не Остановится Они Пойдут Дальше Роджер Крипскип Крипскип Не Совсем Поможет ФН Уйти На Базу Покупает Себ Блатторн Денет На Бэйбэк Не Оставляет Понимает Что Если Погибнет Тут В принципе Бэйбэк Уже Не Нужен Роджер Там Закрипскип Но Здесь Две Стороны Падет У Спиритов На Месте Эмпайр Можно И Дальше Идти В принципе На Третью Сторон 35 Секунд Без Пака Они Понимают Прекрасно Что Нет Бэйбэков У Эмпайр Иначе Они Уже Сделали Давно Не Стали Не Терять Две Стороны Но Тут Включился Бэкдор Протекшн Всех Хрипов Забрали Поэтому Можно Ломиться Через Бэкдор Но Теперь Это Уже Опасно Будет Потому Что Очень Скоро Воскрешаются Игроки Эмпайр Забрал ФН Ласкора Загулявшего Но Там Есть Аегис Там Есть Сыр Поэтому Спириты Не И В очередной Раз Эмпайр Открывается Автом Верну Очень Не Вовремя ФН Врывается На Клаквер Очень Быстро Забирают ФН Эреквим Соус От Айсберга Как Быстро Убили Брист Бэк Все Так И Решает Судя По всему Айсберг Очень Больно Айсберга Здесь Тоже Заберут Его Просто Не Простят ФН Пошел За Хобас Хобас Должны Забирать Да Чаппи Делается А И Фобас Все Так И Забрали Ну Вот В этот Раз Получилось Опроверли Эту Историю Там Есть Бэйбек Абсолютно Все ЦМ Уже Раснулась У Остальных Четверых Игроков Бэйбек Есть Но Империи Выхода Другого Нет Надо Эти Бэйбек И Выбивать Иначе Когда Раснутся Спирит Они Просто Застают Сидеть Со стороны Сделать Мегатрипов А Даже Сервер Рэйджа Не было Как быстро Развалили Эта Брестлбэк Я не понял Просто В лицо Ему Все Убили Очень Быстро Интересно Но Там Просто В секунду Рассыпался Бэйзэзэ Я думаю Это Какой Нибудь Ванскор Потом Думаю Стоп Ванскор Уже Умирал Эта Уже Убили Так Рассыпается И Оказалось Это Брестлбэк Был Теперь Есть Еще Сервер Рэйдж Выбили Бэйбэк С Брестла Но Этого Мало Надо Выбивать ССФ Хотя Б Как минимум Брейф От ФН Получается Брестлбэк 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 Очень больно Ошибается Бзз 109 секунд Без него Эхэн Пошел Дальше Но Зря Два Брестлбэк Еще Выбивают И Бежать Бежать Тут Они Уходят Пак Не Уходят Пак Не Страшно Хотя Как Не Страшно Бэйбэк Там Бэйбэк Вообще Нет Ни У кого Кроме ФН Но Спириты Теперь Не Пойдут Там 80 Секунд Нет Бзз Четвером Ломиться На Четверых Не Самая Лучшая Идея В Базе Доберутся Статик Шторм Появится Это Будет Курьез Если Отдадутся Там Спириты Сейчас Но Вот Смотрите Какой Интересный Момент 50 Минут Игры Прошло Вроде Двух Сторон Нет Эмпайр Вроде Бо Плохо Но Эмпайр Ведут 5000 Позол У Эмпайр Байбэков Нет Из-за Того Что У них Не Хватает Денег А У Спирит Нет Байбэков Из-за Того Что У Кулдауны По 7 Минут Не Будет Байбэков У У Дек Фомбаса И У Бзз Байбэка Не Будет Минут 5 Еще Один Хороший Файд Где Будет Минус Два Кора У Спирит Эмпайр Просто Пойдут И Сломают Трон Без Каких Либо Проблем Абсолютно Поэтому Сейчас Надо Аккуратнее Действовать Спирит Бзз Уже Не Чувствует Его Просто Развалил Чапи Один Раз Он Развалил Второй Раз После Байбэка Вообще На Изичах Просто Через Сильвер Эйдж И Он Делает Это же Самое В третий Раз И Не Почувствует Просто Этого Пысла Тем Более У Эмпайр Мегакрипов Пока Еще Нет Могут Они Быстро Отпушивать Линии И Роджер Сейчас С Лемом В Инвиз Заходит Может Он Спалить Спиритов Но Главное На Вард Не Попасть Здесь Поэтому Посмотрим Как Оно Будет Если Найдет Роджер Кого Там Пак Далековато От Своей Команды Если Найти Быстро Кого То И Сделать Фрак То Роджер Дает Подкоп Дает Сатик Шторм На Голову Дистрапторы Это Минус Допустим Сф Либо Минус Реджер Команды То Все Там Будут Большие Проблемы У Спирита Шивас Гар Появляется У Фэна Там У Пошки Есть Медаль Ко Скоро Будет Солар Крест Ну Повольно Такие Плотные Эмпайры Посмотрите Просто Спириты Боятся Спириты На Баге Сидят Эмпайр За Минуту Заработали 9000 Преимущества Было 6 Заработали Они Три Мы Уже Судя Такое Видели В Игре Вега М19 Вега Ввели Деньги Но Сторон Не Имели Тут Все Будет Зависеть От Ошибки Было Неплохо Конечно Видеть Байбэки Эмпайр Тоже Боятся Они Прекрасно Понимают Спириты Будут Сидеть На Базе Драться Со Спиритами Сложно Хотя У них Байбэков Нет У них Есть Шрайны И В Линии Пушаться Надо Спиритом Идти Назад Надо Дефать Выхода Здесь Нет Но Есть 25 Левел У Гостика Это Довольно Приятно Пак Сейчас Будет Выносить Очень Нужен Хекс Я Считаю Нужен Хекс Пак Нужен Хекс Фн Конечно Фн Куда Его Тут Вместо Ботинка Ну что Он В принципе Мобильный Очень Герой 3330 ВМС Конечно С Повердерами Это Очень Мало Ну не Мне Кажется Здесь Лучше Был Хекс Чем Тэшка Лишний Дизейбл На Такой Минуте На Длительное Время Когда Не Можешь Ничего Кастовать Приятно Есть Конечно Сейв От Хобос Это Единственное Что Может Спасти Лотусов Там Нет Насколько Я Помню Спириты Просто Закрылись Спириты Будут Сидеть До Конца Они Никуда Не Пойдут Возможно Когда Появится Рошан Они Понимают То Что Сейчас Эмпайр Уже Сильнее Них И Может Ворваться Просто Чап И Быстр Какого Забрать Вместе С До Свидания Ну Вот Опять У Эмпайр Заходят Крипы На Низ Спириты Видят Что Никто Не Деф Прекрасно Понимают То Что Где-то Эмпайр Находится Рядом Здесь Мепошка Ставит Вар Тут Живо Находит Какой Врем Хорош Шторм Уже Сосал Айсберга Айсберга Нужно Забирать Айсберга Заберут Линит Байбек У Айсберга Минус СС 180 секунд Его не будет Там ФНГ Поставил Неплохие Коги Но ФН Из них Просто Вылетел И Дальше Начинается Проблема Успирит Ванскор Проседает Ванскор Погибает Погибает Также ФНГ Забирают Еще и БЗЗ БЗЗ Засъедает Сыр Много Дэмэджа Вносят Погорячился Я И забирают Афена Афан через 20 секунд Появится Это не самая страшная Потеря Но вот 87 секунд Не будет Асэпа Сейчас должны Идти Давить Дальше Давят Фобос Подставляется Как же больно Фобосу Фобос Глимсуют Его Должны здесь Забирать Больно Также Сенткингу Забирает Чапи Чапи Тут же Байбек Фобос Неужели до сих пор Живет Фобос И Роджер Копает Его Погибает Сам Здесь Пошел Рейф Остается Последний В живых БЗЗ БЗЗ Пока еще Живет Там 2 Байбека Но Гостик Здесь ничего Не может Сделать БЗЗ Тянет Время Как может Пошел Вимс И могут Быть Проблемы БЗЗ Гостик Просто Лупит Соло Врывается ФН Минус БЗЗ Это GG Нет Байбеков Абсолютно Ни у кого Эмпайр Сейчас будут Здесь Хозяевами Они могут Делать Мегакрипов Я бы На их месте В трон Не шел Хотя В принципе 45 секунд Они успеют Стомать Можно идти Уже видели Мы вчера Игру Сингулярити Против Сикретов Где Сингулярити Могли сделать Мегакрипов И в принципе Вытянуть Эту игру Но они Пошли в трон Успел риснуться Кизу Купол Убил Фантом Это все Не интересно Тут Эмпайр Игра Такая Жесткая Была 56 минут Падает Трон 25 секунд Сф Клокер Вместе с СМ ХД Хать не могут Ошибаются Спириты За это проигрывают Просто какой варт Поставил Мне кошка Тут же в рейф И ну Зачем Офганист Водять Все таки Да Даже не пишут Спириты ГГ Вот Ваншкор написал Анмайнерство Ну я понимаю Обидно немного Но надо писать Еще до того Как у вас упал Трон Наверное Все таки Ну возможно Я что то не понимаю В общем Побеждают Эмпайр Они молодцы Круто очень сыграли Жаркая очень игра была Ну в общем то Спасибо за просмотр Друзья И всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok